Как мы с вами уже не раз проходили, первый и самый, видимо, важный шаг в разработке алгоритма, основанного на динамическом программировании, это определение подзадач. Вот в поисках вдохновения, скажем так, для определения подзадач, давайте вспомним, что любая расстановка скобок на самом деле не явно так задает нам строго двоичное дерево. Здесь прямо на слайде это и показано, и достаточно иллюстративно вроде бы показано. Вот есть у нас 4 матрицы, A, B, C и D, и показаны 3 возможных порядка перемножения этих матриц. И для каждого порядка показано соответствующее дерево. Листья деревьев помечены исходными матрицами, а каждая промежуточная вершина это просто промежуточный результат перемножения. Например, вот здесь у нас вычисляется произведение A на B, а вот здесь A на B на C. Ну и, соответственно, здесь A на B на C на D. В двух соседних деревьях это определяется аналогично. Вот так себе очень удобно это представлять. И это дает нам еще вот какой толчок к определению подзадачи. Предположим, что мы знаем откуда там, мы даже не знаем здесь не указанные размеры, но предположим, что вот это вот дерево это оптимальный способ, ну и, соответственно, вот этот порядок это оптимальный способ вычислить произведение наших 4 матриц, то есть самый дешевый. Давайте посмотрим на его поддерево, вот на это вот. Оно перемножает B на C на D. Как обычно, опять-таки, методом вырезать и вставить мы можем уверенно сказать, что вот то, что здесь висит в этом дереве, это оптимальный способ перемножить матрицы B на C на D. Не может быть так, что умножение, что перемножить B на C на D способом сначала умножить C и D, а потом домножить на B дешевле. Потому что если бы так было, то мы бы вот то дерево более оптимальное вставили вот сюда, правильно? То есть опять методом вырезать и вставить мы получаем, что в нашем дереве, то есть наш порядок теперь это дерево, в нашем дереве любое поддерево должно быть оптимальным. Итак, мы с вами сейчас будем строить оптимальное дерево с таким свойством, любое его поддерево будет оптимальным. Поддерево соответствует задачам, конечно же, то есть вот здесь под задачам в смысле. Вот это поддерево — это перемножение некоторого подмножества матриц. Вот здесь перемножаются матрицы B на C на D. Вот в этом поддереве перемножаются матрицы B на C. Ну, уже так чувствуется, что нашей подзадачей будет такая — перемножить некоторую подпоследовательность непрерывную матриц. То есть перемножить не все матрицы там A, B, C и D, а одна из подзадачек — перемножить матрицы B на C. Ну, она тривиальная, поскольку есть всего один способ. Но в общем случае подзадачей, естественно, считать, перемножить какие-то матрицы от этой до джитой ну давайте это еще раз произнесем во первых мы договорились что нашей под задачей теперь будет просто минимальная стоимость вычисления некоторой подпоследовательности матриц она у нас параметризуется двумя двумя параметрами и g ну и мы понимаем что если у нас есть вот произведение матриц от этой до джитой то есть в этом оптимальном способе перемножить некоторые внешние произведения то есть если есть дерево например какое-то в котором перемножаются которые считают такое от этого до джитого то можно рассмотреть его корень и рассмотреть два по дереву вот здесь по дереву и здесь по дереву к корень перемножает два результата и получается произведение всех матриц но понятно что этот корень этого какое-то произведение то есть нам надо сначала от а едида какой-то karal да перемножить матрица потом только плюс 1 до джитой то есть если весь корень считают от и до g произведения то здесь считается там от и до к а здесь от k плюс 1 до g. Мы числа k не знаем, ну и что? Как обычно, мы переберем все возможные k и выберем из них оптимальные. Соответственно, вот оно, наше рекуррентное соотношение. Мы перебираем, чтобы вычислить оптимальный способ перемножения матриц от i до g, мы перебираем все возможные k, которые больше либо равны i и строго меньше, чем g. Ну, чтобы от k плюс 1 до g вообще имел смысл. Какова тогда будет стоимость таким способом перемножить? Вот сначала мы перемножаем матрицы от i до k, это стоит нам, это у нас подзадача, поэтому ее решение будет уже вычислено здесь. Дальше от k плюс 1 до g, а дальше нам надо две результирующие матрицы перемножить, и за это надо заплатить. Матрицы от i до k, когда мы перемножим, у нас получится матрица размера m минус 1 на m к. Когда мы вот эти две матрицы перемножим от k плюс 1 до g, получится матрица размера m к, на mGT. Соответственно, когда мы две эти матрицы перемножим, то стоимость будет m и минус первая на mKT на mGT. Ну вот, это то, что здесь и написано. Итак, вот рекуррентное соотношение. Как мы помним, когда рекуррентное соотношение есть, нам ничего не стоит сразу обернуть его просто таким ленивым вычислением и получить алгоритм динамического программирования, такой сверху вниз, который просто задачу с параметрами iG будет сводить к более простым задачам для iK и k плюс 1g. Давайте это и сделаем. Сначала заведем таблицу. Таблица у нас будет двумерная, да, поскольку у нас под задача определяется двумя параметрами. Вот завели такую таблицу от 1 до n, 1 до n. Положили туда во все ячейки бесконечность. Ну дальше алгоритм выглядит так. Он рекурсивный, он вот matrix multiplication это английское название задачи, как обычно. TD от слов top-down. Идем сверху вниз. Первым делом проверяем, не посчитано ли уже решение для нашей задачи в таблице. И делаем что-то, только если оно все еще не посчитано. Значит, если i равно g, то перемножать просто ничего не нужно. То есть i равно g, это значит, последовательность, которую нам надо перемножить, содержит одну матрицу. Значит, мы сразу говорим, d от i g равно 0. В противном случае мы перебираем k от i до g минус 1. Ну и смотрим, что получится. Перемножить матрицы от i до k. Ну вот сохраняем эту стоимость. Делаем рекурсивный вызов. Сохраняем в переменную l. Делаем еще один рекурсивный вызов для вычисления произведения матрицы от k плюс 1 до g. Сохраняем в переменную r. Ну и дальше просто смотрим, не улучшает ли значение l плюс r плюс стоимость примножения этих матриц, наше текущее значение. Если оно оказывается меньше, то его сохраняем. Так пробегаемся по всем k и в итоге возвращаем значение. Время работы этого алгоритма будет кубическим. Ну, как обычно, для этого надо оценить, сколько у нас там может быть серьезных и несерьезных вызовов. Каждый серьезный вызов у нас, несерьезные вызовы работают за константу, про них сразу забываем. Серьезных вызовов может быть не больше, чем n в квадрате. На каждый серьезный вызов у нас тратится время не более, чем линейное. То есть, поскольку здесь у нас делается какой-то не более, чем линейный цикл. Соответственно, сверху можно так оценить, как у от n в кубе. Ну, на самом деле, n в кубе этот алгоритм операций и будет делать.